Студентов Ярославского колледжа индустрии питания сегодня учили готовить окрошку. Повод день этого летнего охлаждающего супа. Рецепт уходит корнями в далекое прошлое. Издревле на Руси крестьяне готовили простые блюда из овощей. Например, редьку с луком на квасу, тюрю из сухарей, хлебных корок, растительного масла и лука на простокваше. Сегодня рецептов этого старинного, но не менее популярного блюда множество. Молодые кулинары узнали о способах приготовления окрошки. Окрошка с мясным студнем на курином бульоне, окрошка со свеклой и фруктовая с лимонадом. Такие блюда популярного холодного супа предложили сегодня приготовить студентам Ярославского колледжа индустрии питания. Сегодня в его стенах прошел мастер-класс от преподавателя учреждения в недавнем прошлом студентки Яркипа. Сегодня у нас проходит с вами урок по приготовлению окрошки. В прошлый раз мы с вами учились готовить классическую окрошку, а сегодня в день окрошки мы с вами приготовим окрошки по оригинальному рецепту. Самое главное, по словам педагога, все нарезать мелкими кубиками. Само название окрошка свидетельствует о том, что для блюда требуется как следует покрошить ингредиенты. Для свекольной студенты нарезали отварной бурак с картошкой, луком и зеленью, при этом охлажденным отваром свеклы залили суп. А вот для фруктового блюда накрошили клубнику, киви, апельсины и персик. Все заправили лимонадом. Хотя есть вариант в качестве добавки использовать охлажденное шампанское. Готовил, кушал. Вкусный, интересный вкус. Легкий, освежающий. Но и одна из важных составляющих – это красивая сервировка и подача. Даже, казалось бы, такое простое блюдо, как окрошка, нужно уметь преподнести. Мы, когда приходим в ресторан или в какое-то заведение, даже дома, мы сначала первым делом едим взглядом. То есть нам надо, чтобы это было красиво, чтобы было приятно на это смотреть, чтобы нам захотелось это съесть. И потом для себя любимых, для посетителей все-таки тоже должна быть своя эстетика и красота в подаче блюда. Отметив разнообразие вкусов, студенты высказались за классический вариант приготовления окрошки. Я предпочитаю больше окрошку с колбасой, ну, как всегда, яйца, огурцы свежие, горошек, картошка с майонезом. И самое главное – белый хлеб заправляем квасом. При этом супы, которые приготовили ребята, не превышают 100 граммов. Таковы порции в ресторанах. Однако есть и рекорды. Самую большую окрошку весом в полтонны приготовили в 23-м году на одном из московских кулинарных фестивалей. Александр Захаров, Денис Кауров. Главные телевизионные новости.